тут вот в парк выйду и все время наблюдает что-то интересное постоянно и хочется как иллюстрации сделать все это что вижу к своим видео где я какие-то размышления рождаю своем уме не лишенным анализа наблюдательности и постоянно вот анализирую как люди себя ведут и они они очень раскованного то что я вот навстречу если бы я шел был бы знакомы они бы конечно свои чувства мысли скрывали а так вот на лице людей написано как они себя ведут вот и как они вот я вот часто вот так вот стою смотрю и люди идут не замечая того что за ними наблюдают я вблизи вижу и я вот пытаюсь как-то определить узнать о людях побольше тут идут семьями и они вот если допустим рядом были либо родственники друзья они бы как-то люди подбираются себя держит более строго как-то ну а так они вот естественный обычно вот бывают вот есть и естественность она присущи чаще увы вот за границей людям они там считают в порядке вещей как-то быть более раскованными потому что они говорят что свобода там свобода и свобода определяется как вот то что допустим она говорит заканчивается там где начинается права другого человека поэтому если кого-то не ущемляет то пожалуйста и это очень хороший принцип очень хороший принцип если ты не задеваешь не ущемляющие то права то в общем воли ну как это касается одежды когда ты как дресс-код ты как одет если ты не оскорбляешь чьих-то чувств допустим вот если положим громкость звука сказал который сопровождает твои разговоры он не мешает окружающим это свобода потом рассуждение если они оскорбляют кого-то если они не унижают чье-то достоинство в общем все укладывается вот в эту фразу что свобода заканчивается там где начинается права другого человека а у нас вот к сожалению иногда вот люди пришли вот там дети детская площадка я на днях шел к реке и на детской площадке сколько я видел посуды из-под пива а это ну ладно если там положим детей уже не было а если они там присутствовали в момент когда а дети гуляли с родителями и они слышали как они матерятся на какие темы детям свойственно быстро запоминать поэтому даже вот стараясь как можно в раннем возрасте в школу их отдать ибо ребенок он как губка все впитывает и сколько анекдотов рождено на эту тему когда из детского сада ребенок приходит и все поражает там или из дома приходит детский садик и там выражается или слышит от другого ребенка матершину которым неблагополучные родители и вот он среди своих блистает там как-то вот иногда вот набор слов он его повышает как бы в глазах сверстников и такой бывает вот ну что в общем то сказать еще классики марсизм ленинизма свое время писали что жить человеческом обществе и быть свободным от него нельзя эта мысль вот она у каждого должна лежать в потаенном уголке его сознание и хранится потому что находясь в человеческом обществе любой индивид волен с неволь как говорится вынужден соблюдать правила игры ибо не пожелает другому того что себе не хочешь и вот всякий раз когда человек какой-то момент хочет какой-то акт произвести действие самое лучшее значит это средство для определения правильно он себя ведет правильно ли поступать или нет от зеркалить к себе все любое он допустим хочет что-то сказать в адрес кого-то нелицеприятное или критическое или что-то и он должен от зеркалить и вот представить что ему в данный момент говорят о нем какие-то вещи человек если вот выпивает ему говорят ты ведешь себя неподобающим образом ты перестань пить или не выходи на люди под шофе ходить трезвым и вот он оскорбится ли ли что вот зачастую это вот у нас в обществе так видно все таки надо воспринимать любое что там у нас люди обычно им свойственно порой даже кичится тем что вот он какой смелый дескать какой он смелый этот человек дескать правду матку режет и дескать он правдолюб правдоруб но когда ему говорят откровенно в лицо то он как ни странно меньше всего испытывает восторга он начинает обижаться вот красота какая он начинает обижаться на то что его там хотят и он думает что его хотят оскорбить вот а если бы он взял себе за труд перед тем как что-то там произнести в адрес кого-то что-то такое щепетильное неприцеприятное он если бы переварил бы у себя в мозгу и применительно к себе рассмотрел эту ситуацию я думаю это значительно упростило бы его отношения с окружающие с окружающими ну когда касается коллектива там хочешь не хочешь это как на одном корабле плывут деваться некуда и терпит друг друга я вот в редакции работал мы могли и переругаться по тем или иным вопросам а потом все равно приходилось все таки обращаться друг другу потому что мы все в одной лодке и должны грести в одну сторону и это нас сплачивало ну а когда касается родственников которые время от времени встречается тут видно все таки вот заметил на природную их мудрость и они когда редко видится то как правило дипломатично себя ведут и более чем сдержанный в оценке друг друга в оценке событий касающихся а к их вот родственников и старается не затрагивать каких-то острых тем взаимоотношениях не вспоминать какие-то обиды вот это не тот самый случай очень сложно это с родственниками ладить и вот я когда имел честь находиться у меня когда я в газете работал а потом я активно журнале сатир юмора работал сотрудничал я общался с руководителями и приглашали они меня в гости я сидел на их где на работе проводили какие-то там банкет не банкет и мне как-то один руководитель поведал что очень тяжело стало им работать потому что одни родственники в окружили и нельзя поругать потому что потом они обижаться начинают уже чисто в родственном плане да и однажды я в его присутствии он генеральный директор а там директора и предприятия в его присутствии очень сильно я прошелся с назидательным монологом в адрес его кто она там была его супруги сестра родная они были самые негативные отзывы я тут ей прям в лицо высказал я говорю люди у вас тут которые работают мне сказали неоднократно я слышал что вы они с вами здорово вы даже им не отвечаете и когда у нее случилась беда и у нее как-то несчастье произошло ее сын там попал в аварию и они ходили просили кровь сдавайте кровь сдавайте один даже с кавказа он не мусульманин совсем нет не тюрк он мне он потом сказал я говорю заявил нет у меня крови она говорится испорчена вот это мод мадам не эту кровь испортила вот так это было и вот со временем смотрю он он со временем то что если всю на водку поддал родственникам то потом он как-то мудрость все-таки при облах как сайт стала преобладать у него и он взял и избавился от почти всех родственников избавился кстати о родственниках у меня была возможность стать его некровным родственником но я был наслышан я видел как его там предлагаемая кандидатура о как она разговаривать с людьми и с отцом я понял что мне будут проблемы общение а я человек некоторым смысле даже ранимы бываю люди творческие они такие потому что это вот как вот есть понятие где-то в воровском мире когда сейфы скрывают у них ноготь снят и они вот этой но это может байки что чувствительно очень бывает этот палец и он значит очень больный вот как-то якобы каким боком это все я так не понял может быть не сейфов что такое связано с другим но во всяком случае они чувствительность там у них возрастает с потери ногти якобы и они тонко чувствуют вот колебания там что такое и это им помогает но при него как сказать нечаянным там каком-то движение каком-то резком или каком-то они получают сильные ощущения сильные боли так вот творческие люди они у них воображение развивается благодаря тонкой душевной конструкции когда он пишет он напрягается и после этого долго отходит и поэты там ждут вдохновение а вот я как-то говорил могу потом еще повторится люди которые работают в редакции они вот напрягаются и пытаются что-то написать а после этого очень долго отходит от этого состояния потому что это свое родное авральное какое-то ощущение аврала она как стрессовое какое-то состояние я вот помню когда в редакции работал надо срочный материал написать я его писал за час-полтора а после я мне надо было просто выйти из этого состояния и я шел по коридору это было здание типографии там на первом на втором этаже работники типографии и у них сложилось убеждение стойкой почему-то что я бездельничаю потому что они думают что думали что я докажется с восьми утра до пяти вечера должен без остановки сидеть писать и писать писать и писать хотя чтобы написать материал хороший надо допустим полтора два часа находиться в таком напряженном состоянии и потом есть такое релаксация такая обязательно должна быть и я вот шел к ним и шутил постоянно шутил и они привыкли и когда я подходил надо они начинали смеяться у когда я уже подходить начну они смеяться начинали уже при этом и потом когда мы в редакции переехала и там почта была я тоже заходил и шутил и они работники почты уже при виде меня начинали смеяться это кстати в какой-то мере объясняет почему у нас вот мастера сцены юмора не чтобы не сказали народ смеется сейчас я даже наблюдаю вот уральские пельмени я раньше вы жутко восхищался мастерцом и этой команды а сейчас я вот взглядом профессиональный юмориста смотрю иногда далеко не все и даже многие неудачные шутки но народ все равно кто-то оператор телевидения выхватывает со всего зала кого-то кто-то смеется вот я хочу сказать что когда-то у нас я агитировал за журнал сатиры юмора из казани приезжал приезжал коллега и мы с ним значит у нас там было 1 апреля тут 1 октября мы решили провести это как в австралии перевернуть если там 1 апреля как как у нас 1 октября и выступали я выходил шуткой у них несколько было и вот моя была шутка такая что я молодой особе предложил руку сердце она сказала что вы хочет выйти замуж за человека с которым хочет вместе состариться одновременно ну я и сказал это на татарском там татары собирались юмор как раз был я и ответил девушки тут же как говорится за словом в карман не полез я сказал не волнуйся я тебе создам такие условия ты состаришься вместе со мной вот и и кто-то в зале там 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 кто засмеялись а в целом нет почему потому что как-то у нас вот очень известный один грузинский какой-то юморист грузин высокий статные стройный он на молодежь им канале он говорил о том что когда-то с его задор новым вместе выпускали на разогрев перед задор новым и а перед ним выпустили верблюдов он сказал что там как а ему задорнов сказал а ты пошути скажи я разогреваю на разогреве перед задор новым а верблюды передо мной на разогреве и он горит я вышел и эту миниатюру или вот это же не миниатюру шутку сказал народ был сохранял гробовое молчание а потом когда задорно вышел и те же самые слова сказал все начали ухахатываться от смеха в общем вот и меня удивило а нечем удивляться этот феномен он поддается объяснению просто у одних уже как сказать в глазах вот зрителей он уже приобрел имидж определенный при виде которой как клоун выходит и знакомый клоун вот там я читал про никулина и почитал я про парня который вопреки воле отца который видно был довольно крупный какой-то руководитель хозяйственный и жутко не хотел чтобы его сын становился клоуном и вот этот все-таки он добился этого да и он там как раз описывает работу клоунов когда значит вот выходили известные клоуны и все ухахатывались уже при виде них а когда выходили новые клоуны народ хранил безмолвно как народ безмолвствовал как там что ли у пушкина что ли про борис году новый что там ну все я россии разрешите на этом завершу надеюсь что то все таки интересного что-то подчеркнули это вот для меня кто-то прокомментировал кто-то прокомментировал там мои кони татарской породы там некоторые любят комментировать не был у татар коней а татар не был тоже давно пишите не был вообще моего народа покушаются как могут и людям сейчас вольно всех что хотят то и пишут вот и земли не было и народа не было ничего и некоторым не нравится что почему татары но у нас назвали так извините мы что просили и вот когда я на книгу значит аудиоверсию представил книги казанские татары там как раз до революции а вот оказывается вы татарами себя называли я думаю человек что в этот в плане мышления далеко не далеко ушел до получается там ведь автор писал журналист русские татарами назвал там татары себя и себя татарами не называли булгарами себя называли до революции мусульманами казанцами но никак не татарами вот так что вот извините просто неожиданно появилось сообщение у меня там на экране что вот такой такой прокомментировал иногда норовят просто гадости какие-то написать у кого-то просто не реализованный там где-то яд вырабатывается и каждый делится чем богат надеюсь вы мои зрители дорогие богаты как сказать добрыми мыслями ко мне которые пытаются вам что-то интересно рассказать во всяком случае для того чтобы не был там все время на татарском мне вот уже прилетело за то что я значит вот на татарском не даю на русском даю и там чего только не пишут мне вот между огней очень непросто я пытаюсь паритет выдерживать я говорю что татары которые не знают родного языка я к ним обращаюсь на русском языке и и это опять у кого-то недоумение вызывает потом я еще написал что я например к узбекам даже вот видео делаю и меня в узбекистане очень много узбеков смотрит братьев наших тюркских вот а татары мало смотрят как ни странно поэтому я вот ради узбеков только в на татарском выступаю вот а татары я им сказал что за 10 лет существование канала из тысячи человек которые подписались наверно половина была татар всего а потом я когда начал для других народов делать видео у меня за три года 5000 5000 прибавилось я намерен дальше продолжать и я не наберет там реагировать на чита там чихи на чего изволите я намерен продолжать свою линию основную делать видео которые бы устраивали представители разных национальностей разных вероисповеданий я уже политического зрения не говорю потому что невозможно и политики я как на заметили в политик канал у меня нет ой да простите уж там получилось так это масляма масло масляный как говорится вот ну все спасибо за внимание до новых встреч всего вам доброго